Девять тысяч детей и шесть основных модулей работы. Туристко-краеведческая, художественная, техническая, социально-педагогическая и физкультурно-спортивная направленности. Вот что собой сегодня представляет Ульяновский областной дворец творчества детей и молодежи. Деятельность учреждений выходит далеко за пределы здания на улице Минаева. Кружки организованы практически во всех школах области. Выездные здесь даже сами площадки. К примеру, лаборатория безопасности. По-другому, инновационный центр «Мобильный городок» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Современные автомобили разъезжают по детским садикам и школам области с ноября прошлого года. Работа с детьми в возрасте от 2 до 18 лет ведется по основным четырем модулям. Первый модуль – это пешеходы. Второй модуль – это пассажиры, то есть как вести себя в транспорте. Третий модуль – это водители двухколесного транспорта, то есть велосипедов и самокатов. И четвертый модуль – это правила оказания первой медицинской помощи. Мобильная лаборатория безопасности оснащена автокреслом со специальным сдерживающим устройством, который помогает лучше зафиксировать ребенка. Здесь детей учат правильно садиться и самим пристегиваться. Также мастер-классы по безопасности проводят и для родителей. Технический вектор работы дворца представлен сразу несколькими видами деятельности. Так, для детей организован кружок по моделированию проектов с помощью инновационного трехмерного конструктора «Фанкластик». В кабинете по соседству детишки занимаются компьютерным дизайном, изучают информационные технологии, а также проходят курс занятий по техническому моделированию. В частности, овладевают навыком работы с 3D-ручками. Инструмент, способный рисовать в воздухе, не просто учат техническим уловкам, но и развивает у детей работу правого полушария мозга. Оно отвечает за творческие способности. Направление как начальное техническое моделирование охват идет с 6 до 10 лет. Это начальные азы. А то, что касается компьютерного моделирования, компьютерного дизайна, это детишки и младшего школьного возраста. Реализация инновационной деятельности – приоритетная задача у руководства факультативных учреждений на ближайшие годы. В планах, в перспективах на 2018 год закупка мультимедийной студии, аниматика. У нас появится такое объединение, в рамках которого дети будут в часах художественной направленности создавать сценарии своих мультфильмов, создавать героев, нарисованных или вылепленных. Шахматный клуб функционирует здесь с первых часов работы самого дворца. С 2010 года будущих чемпионов готовит Вячеслав Пирогов. На его счету больше полусотни успешных выпускников клуба. Сейчас самому маленькому его подопечному 4 года. К слову, вице-президент областной шахматной федерации сам когда-то выпустился из стен учреждения. Сейчас идет всплеск движения шахматного. Тут к нам приезжал и Кирсан Николаевич Лемжинов. У нас с ним была встреча. И он поставил задачу довести до миллиарда на земле. Мы будем поддерживать это начинание. Ну и, скажем так, будем стараться, чтобы как можно больше людей в Ульяновске у нас сыграли великолепную эту игру. Главное для шахматиста – смелость, чтобы принимать решения и огромный багаж знаний, чтобы знать все варианты ходов. Именно так считает 10-летний Тарас. Воспитанник шахматного клуба Дворца Творчества в прошлом году выиграл чемпионат области по шахматам среди своих сверстников. У юного чемпиона даже есть свои любимые фигуры. В конце игры – эндшпили – слон. В середине – миттельшпили – перс. В 6 лет я впервые увидела видео, как играть в шахматы. И заинтересовалась этим. Я пошел на шахматы и начала заниматься. Сначала у меня как-то, не знаю, уходил через раз, и мне очень нравилось. Но потом что-то на меня налетело, и вдруг как-то сразу захотелось играть, играть. И ведь это интересно, здесь много стратегии, и я развиваюсь, и это мне помогает. Дворец Творчества детей и молодежи – это не только холдинг дополнительного образования. Учреждение выступает площадкой по развитию добровольчества, центром вожатского движения и патриотического воспитания молодежи. На базе Дворца реализуется проект вахта памяти. Дополнительное образование, вот то вариативное, быстро подстраивающееся под потребности времени и общества, конечно, оно должно в первую очередь быть нацелено на самого ребенка. Самое главное, то, что получает ребенок после дополнительного образования, это так называемая путевка в жизнь и любовь к своей будущей профессии, возможность самоопределения, выбора. Педагоги многопрофильного инновационного центра работают круглый год. Во время учебы во Дворце занимаются основные его воспитанники. Летом с работой площадок знакомятся ребята из пришкольных лагерей и воспитанники детских садов города и области. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости у Леновской правды. Новости у Ленин. 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 Новости у Л